Всем привет! С вами Андрей Сонар. И сейчас я буду демонстрировать новинку, которую уже многие давно-давно ждут. Производство сейчас сильно загружено, и эту новинку мне долго не могли реализовать. Но! Наконец-то она сделана! Вот она! Это та самая знаменитая Лэшка. Лэшка, а именно лодка Л-3ТТ, это практически точная копия советской, самой лучшей экспедиционной надувной лодки Лэ-3М, которая была выпущена небольшим тиражом, но на которую буквально молились. Она была лучшей среди всех нырков, езей, туристов и прочих-прочих лодок. Лодка Лэ-3М была в советское время самой лучшей грибной надувнушкой. Её оценили все. И рыбаки, и те, кто ходили в дальние экспедиции. Она прекрасно держит любую волну. Она вместительная и удобная. Её форма позволяет быстро перемещаться на веслах. В общем, лодка-идеал. И мы её воплотили из современных материалов. Погнали! Вот лодку надули. Вот здесь показано днище лодки. И хорошо видно, какие преимущества может давать такое днище. Лодка будет идти на баллонах, фактически как катамаран. Быстро, прямолинейно, не вихляя, не рыская. Баллоны сделаны из термопуллиуретановой ткани, которая применяется в покрафтах. Днище сделано из более толстого ПВХ. Кроме того, на самые нижние части баллонов наклеены два усиления из ненапряжённой ПВХ ткани. Это даёт очень мощное укрепление самой нижней части баллонов. И такое укрепление будет уже у этой лодки штатно. Технические характеристики. Длина лодки 3 метра. Ширина лодки 1,30 метра. Ширина кокпита по касательным 50 сантиметров. Фактическая обитаемая ширина кокпита по банке 58 сантиметров. Диаметр баллона 40 сантиметров. Вес пустой лодки 7,5 килограммов. Вес лодки с установленными двумя фанерными банками 10 килограммов. Материал баллонов ТПУ 270 граммов на квадратный метр. Материал днища ПВХ 550 граммов на квадратный метр. Баллоны разделены перегородками на два отсека. Днище надувное. Вдоль борта проходит леер на четырёх точках подвеса с каждой стороны. По центру лодки установлены уключенные. Сзади установлены фиксаторы весел. На носу и корме установлены две прочные ручки, которые можно использовать как по назначению, так и для швардовки. Уключено, установлено ещё одно дополнительное усиление, которое распределит усилие при гребле и не даст сильно прогибаться тонкой ткани. Обратите внимание, как реализована фиксация весла. Это гораздо более надёжная фиксация, чем та, которая обеспечивается вот такими вот фиксаторами с рогами. Почему? Потому что эти фиксаторы с рогами, во-первых, весят в пять раз больше, чем вот эта система из резинки и грибка. Во-вторых, при холоде в них уже весло практически не вбить, а на жаре в них весло не держится. Поэтому они не очень удобные. Вот эта фиксация, это самая прочная, самая надёжная, которой только может быть. Вот даже так она идёт получше некоторых байдарок, я смотрю. Вот такие сразу первые ощущения. Ну что ж, давайте уже будем грести, как полагается, на весельной надувной лодке. Какой прекрасный ход. Знаете что, а давайте скорость измерим. Мне даже интересно. Пять и три. Ого, так это уже скорость. Пять и четыре. Шесть! Шесть километров в час. Для надувной лодки традиционных форм это ого-го. Ого, пять и три, опять упала скорость. Шесть и два. Да не пять и три было. Было шесть и три. Это было пять и... Девять. Пять и девять. Да. Лодочка-то бегать может. Вот пять и четыре. Идём спокойненько. Пять и четыре. Пять и пять. Пять и два. Пять и четыре. Пять и четыре. Пять и три. Какая у нас лодочка-то быстрая. Пять и три. И я бы сказал, что на этой лодке были бы уместны вот те самые обычные плавнички, которые будут установлены в задней части по ходу движения. Я не буду говорить нос это или корма, потому что сейчас фактически вот это нос, но мы идём кормой вперёд. Ну, а если я сяду вот на эту банку, то это уже будет носом по ходу движения или кормой по отношению ко мне, сидящему к этой оконечности спиной. Сейчас я это и реализую. Вот так. Поскольку банки стоят симметрично и уключены стоят симметрично, происходит всё то же самое. Усиления распределяют нагрузку. Даже баллон из такой тонкой ткани, как ТПУ, не вызывает никаких критических изгибов или переломов. Вот этот вот пятачок дополнительной ткани позволяет распределить усилия от уключенных. Ха-ха-ха-ха! Хотя раз! Не ожидал, что лодкой шириной метр тридцать или даже метр тридцать пять можно управлять байдарочным веслом. А по идее, если вместо байдарочного ещё посадить пару человек и взять два рафтовых весла, то это же мини-рафтик для двоих. Ха-ха! Я портил стал скоткую рашу делать! Это же ты когда-то лечёшься и перестаешь скоткую рашу. Сюда переходим. Вот. Теперь сталкиваем Андрея. Подальше следeger. Пока! Подальше следователей к и у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже вечерей, а я еще не накатался Друзья, попутно тут даже испытания на нагрузку были проведены Друзья, пару пассажиров перевез Лодочка просто прекрасна Одно удовольствие Лодка быстрая, лодка маневренная, лодка красивая Она даже красивая Можно использовать для рыбалки В качестве экспедиционной лодки Для сплавов Также предвижу, что ее можно использовать как полноценный мини-рафт Для сплавов по порогам Попробуешь? Ты на что пробуешь? Ну прокатись Пошел Какая скорость Здесь раз уже далеко Ну что сказать? Хороший год Че тебе могу сказать? С вами был Андрей Сонар Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки или дизлайки Не забывайте о колокольчике внизу Чтобы не пропустить новое видео Всем пока!